Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Юди за микрофоном, по-прежнему я Андрей, сегодня мы с вами продолжаем проходить игрушку Ведьмак 2 Убийцы Королей Остановились на том, что мы там разобрались с дедом Сейчас, секундочку, начало серии мне уже надо отойти Так вот, остановились на том, что Подрались с дедом, и в принципе по квестам у нас сейчас с вами Именем Тимерии, только из основных и по расколдовству, мне нужна кровь, которой пока что у меня нет Ну ладно, хорошо, говори, что надо Ты готов к разговору с Родовидом Да Да, не стоит терять времени, иди за мной Погнали Я уже, смотри, какой крутой, готовый, у меня мечи крутые, у меня все есть Стоять Стоим Мы идем на встречу с королем Родовидом Вы приглашены? У нас есть Все знают, что убийца В таком случае все ошибаются Это не мне решать Я не могу За нас ручается великий магистр ордена Пылающей Розы В лагере полно солдат Ты думаешь, мы хотим покончить жизнь самоубийством, бросившись на короля Родовида? Если все так важно, проходите Но одно слово короля Да, 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 да Давай, одно слово короля Вы окажетесь на висельнице Давай, удачи тебе в этом Куда идти-то? Риданский лагерь Ой, а в этих еще краях не был А нет, был А нет, не был Если Родовид спелся с Каэдвеном Против такой коалиции Он застрял А еще Родовид может заключить пакт с Нильфгардом И разделить на двоих с императором весь север Если они начнут с раздела Каэдвена, я возражать не буду Так, дерево нам не надо Чтобы, чтобы до этого не дошло Пацаны, здорова Как дела? Привет, ты мне не нравишься, держусь Кривонос Кто это из этих, небось, своих портах? Из этих Ну, возможно, кто-то и ходит в своих портках там Или что ты там говорил Не важно Это все не важно О, рожек Сукно, сукно Кожа Кожа, рожа, сукно, не сукно Это вы просили аудиенции, государя Да Да Король вас примет Можно было и не перекрывать Дикстри, жалко нет Геральт из Риви Это я, это я Государь Ты появился, как всегда, очень неожиданно Вдобавок, в такой компании Не думал, что из тебя сделают солдата Вернан Роше мой друг Его мундир не имеет никакого значения Мы виделись всего несколько месяцев назад Но с той поры мир сильно переменился Но прям жестко, если че Уточняй Тимирея на грани гражданской войны Кайдвиан силой захватил долину Понтера А на переговоры королевств севера Прибыла делегация Нильфгарда Фольтаста и Димовенда нет в живых Хотя еще недавно я заключал с ними договоры А Хэнсельта зарубили в Вергене Просто сразу же Я прибыл сюда, чтобы просить о помощи, государь Минуточку, ведьмак Ты спас Хэнсельта от наемного убийцы Так? Я убил того, кто на него покушался Это случайность Я вовремя оказался рядом Да-да-да Кажется, такие случайности для тебя не редкость Ты знаешь, как он умер? Меня там не было Меня там не было Это первая ложь за сегодня А день только начинается Как же я могу тебе помочь, если ты со мной не откровенен? Вот ты сука Я убил его И чё? Это я его убил Хэнсельт приказал перебить отряд Роше Тем самым он подписал себе смертный приговор Я подстерег его после битвы в Вергене Когда он искал Саскию И убил Ты такой благородный, ведьмак Но благородная ложь Это все еще ложь Думаю, я знаю, что там случилось И хотя один из вас убил короля Вы оба можете мне пригодиться Так, чё хочешь? Ты сказал, что тебе нужна помощь, ведьмак Я слушаю За заговорщиками, которые ударили по Тимерии Эйдирну и Кейдвену Стоит Шиала де Тансервиль Откуда ты знаешь? У меня нет доказательств Но это она, поверь мне, король Слово ведьмака все-таки недостаточно Да ты заколебал В Кейдвене мы убили одного нападавшего Детмальт перенес меня в его прошлое И я видел, как он говорил с остальными заговорщиками Они обсуждали Шиалу Магия одного чародея обличает вину другого Да И не просто какая-то магия А некромантия Запретное колдовство Да Похоже на правду Шиллерд Фицестерлен предупреждал меня о заговоре Трис Мерригольд призналась ему, что чародейки основали тайную ложу Так Трис сотрудничает с Шиллердом? Она арестована, как подозреваемая Шиллерд считает, что чародейки из Нильгарда тоже замешаны в заговоре Хорошо еще, что амфитеатр окружен антимагическим барьером Иначе страшно было бы входить ко всем этим чародеям Ну что же, а переговоры зовут Все спешат стать свидетелями грустного конца Тимерии Ваше Величество, вы о чем? В Изиме бунтуют дворяне Так У них нет Сюзерена И они хотят разделить королевство на уделы Разделить Тимерию? Это предательство Что же? Все можно изменить Онаис, дочь Луиза и Фольтеста еще жива После смерти Фольтеста Лавалетты получили большую власть Дядя Луиза, барон Орвелл, стал одним из влиятельнейших людей в Тимерии Он хотел посадить Анаис на трон Но в Изиме все еще неспокойно Несмотря на это, ее отправили в Локмуини Чтобы объявить королевой перед всем севером В дороге девочку похитили Ариан Лавалет попросил меня найти его сестру Подонесение моих людей Анаис здесь, в Локмуини Не люблю я вот это вот все, младшие Короли! Не надо нам это, нам надо утопиться По лужа И жестко трахать сексом козу Это совсем другое дело Приведи мне Анаис Геральт Тогда я сохраню единство Тимерии И покараю тех, на чьих руках кровь Фольтеста Да знаем, что мы жив А что, душе У меня достаточно средств, чтобы укротить строптивую чародейку Я управился с Филиппой Эйхарт Сложу и шалый де танцер виль Сейчас самая в... Короче, понял я Давай, удачи найти девочку это единственный шанс сохранить независимый 4 куда ты пошел рискованный да насрать всем на эту девку смерть буси у мальчика было бы больше прав на престол возможно она из что-то и расскажет самое время навестить нашего старого друга дед мы а кто убил она из этого короче парня кто убил нужно если на одной чаше весов находится жизнь чародейки а на другой судьба все эти мере кто прости но у меня нет выбора впрочем это не место для таких разговоров идем за ворота да пипец я первый я пер сука ты сука ты роше прошер ну и чё мы делаем теперь вопрос чё за портовая проститутка хорошо ты кто рашер ты чё за дебила а ты кто а вот особо которую я искал бы с большим усердием если бы мне не пришлось заниматься поисками она и слова лет ты должна мне много объяснить бригидо но нет больше ты меня в свои дела не впутаешь я верил тебя ты отправил меня в яму полный змей и гадов еще одна бьянка геральт сейчас не до шуток успокойся бригидо я просил тебя присмотреть за детьми фольтеста тогда это не казалось мне опасным заданием да я ошибся но мне еще нужна твоя помощь она из похищена буси скорее всего мертв но я не знаю обстоятельств его смерти я должен знать как все это произошло ты отлично понимал куда меня отправляешь ты же знаешь всю эту свору графа барона ты знаешь их в два раза ну кошмар да заколебали триндеть давай уже к делу я тем временем попробую найти проход в каэдвенске ты забываешь что я здесь ради трис потом поступай как знаешь дело твое но изменник в лагере угрожает всем в том числе и тебе проводи бригиду я бы сказала тебе спасибо раша если бы ты не был мерзавцем я рассчитываю на тебя геральт бригидо должна добраться до реки в целости удачи ладно погнали чо вот новый уровень так сан докачиваем вот эту хрень выйдем из города через лагерь ордена там нас не тронут отлично там по тропинке спустимся к реке а там посмотрим всякое что например ага значение ведьмак ты упоминала гада будет графе и бароне чё вы нахаяте своими палками мне они интересно у них совершенно нет совести вот сволочь он рассказывал о них это было довольно интересная беседа ты их хорошо записано там смерть геральт главная дорога сворачивает вправо думаю там они меня и ждут раньше бы предположил что они перекрыли оба пути раши 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 ты идешь со мной они с раши нет я с рашей дома за себя мне надо встретиться кое с кем на берегу реки идем туда хорошо раши пока что все спокойно там свистят раши бы ошибся похоже у тебя к нему очень личные счеты он попросил меня об одной услуги нужно было присмотреть ладно давай пошли хорош пиздить лишнюю не интересно мне это все меня палкой махает далеко родлен ждет у реки в конце этой дорожки родлен это еще один человек раши нет он обычный контрабандист будь он человеком раши мне пришлось бы искать другой путь держись за мной вот ночью я побродить согласен интересно звучит может тут где-нибудь нахер и будут но это не точно я надеюсь что да уж ты я без понятия где мне найти этих сраных нахеров а тут а до пиздец опять чародей это сучка раша смерди дерьмака не дам месть а почему есть да не знаю просто захотелось чё чаща смотри у меня есть чаща все будет дай нахрен вовне и стреляет стреляя меня интересно много я вам урона таким образом с нашу мне кажется еще ни хрена ладно погнали чувствуется мне что я их так все равно не убью ни хрена а да к вам подняться о слушание нормально так то еще чуть-чуть я вы их убил понятно они ждали нас ну так естественно идем этой дорожке так быстрее всего на подожди ты я по ходу чё-то пропустил где-то да 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 понял 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 да я смотрюсь я тут мне кажется здесь что-то интересно да да есть явно железная руда костерки какие-то горя о мои друзья на кира я же вас искал мои хорошие когда-нибудь я прокачаюсь настолько чтоб с одного удара вас убивать но это будет явно не сейчас чё у вас тут интересненького на кир и хуя кира куда я залез ёб твою мать ё-моё чёс так много но зато точно кровь на мучу вам так пацаны все хорош арены 4 штука у привет быстро ты сук но опа это не для квеста ща погоди я тут покувыркаюсь посмотрю что еще здесь есть вот этот например ведет в тупик в какое-то явно же здесь какие-то шмотки полезные есть вот например что это не левгардский меч какие вы злые какие вы страшные какие вы опасные какие вы крутые у лежать не двигаться отдыхайте чё за не левгардский меч он крутой мог бы им быть так скажем но поскольку я уже купил себе какой-то веселую зуботочилку то нафиг она мне надо опа то заберу куда меня ведет данная дорога какое-то медальон дернулся место полной жопы ух ты ж нихрена себе извини мечик придется тебя поменять этот меч явно круче даже просто если по урону судить то он любом случае будет круче а нахрена я до конца зашел ой 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 новые мечики 44 48 но этот говно конечно но выглядит право точно так же уже а он прям точно такой же а прикольно за счет этих рун так апгрейд но смотрите если вы пропустили меч тогда вы можете его найти вот сейчас здесь прикольно да да так чё еще тут есть вот сюда надо смотаться посмотреть что тут есть это же явно не все не все не все не просто так здесь делается да я сразу сюда куда-то побежал а можно было вот здесь на своротку зайти и что здесь в этой своротке нахер и еще нахер и это он сундучок есть крыш от меня турные создания бригидо я бы лучше багира назвал ладно это возьмем я уже в принципе крафтить то реально уже ничего не буду потому что хочу крафтить крафтить то реально уже ничего я уже укомплектованный в наверно самую крутую броню которая здесь есть поэтому мне как-то бессмысленно вот собирать это все ковырять но вдруг мне реально нужно сильно будет я всегда смогу что-то прикупить либо еще что-то сделать ну короче варианты есть ни хрена себе я тут попал лазил ой-ой-ой-ой-ой дурные что ли зачем вы вылезли вас кто-то просит об этом я там правда сундучок один не обыскал хотя хотелось бы давай а это цветы цветы мне не надо то где-то сундук был я увидел а это не сундук вот я дурака полез не знаю зачем не знаю куда она вообще откуда нет есть сундук чертеж превосходные перчатки чу это за превосходные перчатки плюс 10 плюс 8 дней у меня намного лучше но это типа если вы не прошли этот квест вы можете есть вот ну типа о какие перчатки тут себе найти как по мне перчатки старшей крови намного круче ой тест драйв нового меча смерть говноедом да ура победа тихо бандосы да блин бесит там своими стрелами все самые крутые что ли как отбил не должен был отбивать зарубили дебила так я конечно все понимаю там как бы ну то что мы пришли нам туда надо но нет я же там не облутал сундук не облутал а чуть что значит идем лутать сундук так это пещера в которую я залез отсюда все верно значит мне по правильному надо было туда идти но здесь же вот тоже есть проход и вот этот сундук который я не облутал не облутаю потому что на меня напали все какие-то и дряги сраной ты чё надо тебе вот еще я здесь только из-за сундук а который я увидел вот марайся приползла дай сундук облутай пожалуйста но спади чертеж драук рыду радаре чё чё это кстати тоже неплохой броник но по крайней мере по каким-то характеристикам ну ну я молчу я молчу а почему я молчу потому что ну вот вот эта броня самая классная считается чертеж до успеха стернолей тоже ну вот на здоровье с виду неплох по факту ну такой поэтому ребята кто играет ведьмак 2 там первый раз или даже не знает про вот эту броню пожалуйста делайте крутая броня не полностью устраивает больше я но наверное ничего делать не буду потому что что у меня есть штаны ботинки и перчатки старшей крови или как они там называются да они самые крутые считаются как я понимаю в игре плюс по броне конечно у них слабенький ну типа здесь больше единички больше больше двойки нету в принципе а вот по характеристикам они как я понимаю самые самые вот и контрабандист о котором я говорила ну это был контрабандисты которым ты говорила тупая потому что первую очередь маг чародей я успела убить между прочим ха ха несчастный но он бы и нахера чудо и любой щас здесь нахерачит как мне сделать чтобы она выжила он ты можешь свалить по-братски но вот просто убеги куда-нибудь спрячься в кусты моя райс пол хп пол хп у нее пол хп не смей трогать девки я хочу попробовать еще раз о нихрена получилось мохнатый хер это я я мохнатый хер мое погоняло спасибо 1 я бы не ну конечно тебя чуть-чуть уже угни убили мы уже достаточно далеко от города и теперь я жду объяснений я крыса как ты сказала и ты не знаешь от кого я знаю тогда гил ну в темпе расскажем они они посеяли они работают вместе они заклятые враги по хрен по хрен ты многое знаешь о графе и бароне выполняла поручение раши я не создана для придворной жизни она мне страшно наскучила и я нашла способ разве главное чтобы кто-нибудь не убил тебя пока ты убивай я больше не собираюсь впутываться в так кто знает ты работал я никогда не придавал этим мерею если ты об этом что случилось с обозом который вез она из и буси мы попали в засаду об так понятно обоз почти уничтожили жали путь по условленной дороге с небольшой охрана повозка фраза было я ехала с она из через пару дней гонец привез начальнику обозу приказ изменить маршрут караван повернул на север и двинулся по кружному пути о о кат-сценке но это даже не ним она в наглость бежала сдрыснула но еще солдат называется понятно короче эти палачи убивали всех без разбора спряталась кустах с детьми и повозки где был буси застрелили лошади испугались и понесли в лес а когда все кончилось убийцы нашли она из она была в своей повозке я отвернулась чтобы не смотреть короче цепь полами это баба да пошли в лук муин не квест нас дать ухо затекло так все с тем тропинка понятно лилии змея поговорить с ким бальтом о детях фольтеста понятно но мы тоже не дурачки здесь же есть еще один путь вот сюда и по любому его надо осмотреть что здесь есть на предмет интересных вещей естественно грибы грибы мне нахрен не нужно я счет паша технику нет а туда я не выйду до заперта ну понятно можно было и не идти туда рыцари на меня вообще никак не у нее это я просто кувыркаюсь он там какой-то сбор она он был так брат торговать срочно мечи забирая свои палки обратно посох ну блин пусть будет чё он не весит же ничего 10 килограмм забавно камни стихи да пошли и нахер это на 12 кило куда серебра на 6 вот это вот пыль я вообще не понимаю куда ее используя нахер короче это все я это все продаю говорю я скорее всего крафтить больше ничего не буду пока все спасибо за торги 96 килограмм я давненько не видел двухзначную цифру германт из рибий убийцы королей где же трис измена тимирий че спасти трис или сначала вернуть дочь фольтеста сначала вернем дочь фольтеста но сначала зашифрованная рукопись я покатился всем б.б. птички люблю так делать пацаны да хочу немножко побродить у вас тут посмотреть дать я мужик с характером сейчас наверно серию закончу эту пойду немножко приберусь приготовлю еды вот посмотрю кино может какое-нибудь да чуть-чуть чем займусь не знаю короче буду отдыхать устал и она сегодня по монтирую обязательно то у меня там две серии выложил и все забил хотя у меня там уже почти полное прохождение собралось но в по дну а еще у меня там сколько это было ну как есть загруженных но не открытых вот так вот я принес ингрид невероятно давай все мне давай она и чё готова а теперь посмотрим что это за манускрипт давай боги чё такое это инструкция как выковать легендарный меч к.р. он будет твоим ведьмак ты заслужил это выковать такое оружие большая честь для меня бесплатно спасибо до встречи мне а пятьдесят пятьдесят восемь легендарный меч и об твою мать херня это все к.р. м. м. меч крутой легендарный поговорить с кембельтом о детях фольт и стану пошли поговорим чум мне еще не остается белый волк сосал горох оперделся да и сдох так вот вот такой вот репчика давай заходи ворота мне не пускают здрасте это я ваша милость я так понимаю вышла недоразуме какой может что-нибудь передать на словах нет ваша милость бы последний раз говорю часа дебил займись лошара минус дядька эскорт сопровождавшая на из и буси попал засаду почему хотел бы я видел твое письмо хорсту любовичу письмо в котором ты приказал изменить маршрут обоза что за вздор не отправлял я никаких писем письмо заверено твоей печатью и подписью барон где она у меня покажи нет ты не веришь мне на слово слова бродячего убийцы чудовищ немного для меня значат ну раз так тогда я сказал все что хотел я не писал мне сложно поверить меня не волнует во что ты веришь если такое письмо на самом деле существует то это подделка кто бы не стоял за этим обманом он посягнул на честь темирского дворянина и понесет за это заслуга пускай мой писарь проверит письмо и подтвердит мои слова хорошо ладно всякие научные способы проверить подлинность корреспонденции обещаю что щедро заплачу тебе если ты разузна правда всегда лучше пахнет если за нее хорошо платят и так пойдем к писарю или обвинить кого нету дожди обвинять никого он просто так ничего не нужно может его запишись какие-то зацепки окс давай проверим заметки для писаря ох ёб твою мать так заметки для писаря листок был листки были прописаны субстанцией которая крашена в голубой цвет если смочить текст активатором состав зелья активатор ханица в секрете на случай если забудешь оставлю тебя зашифрован рыцарь зажги гаси на саре из мой и в этом вся наука что буквы видеть милый мой сумей говно сменить мочой иди работай это легендарная фраза ваша милость примите послание ваша милость явите внимание невидимые чернила обычно используют те кто хочет скрыть истинно содержимое переписки от посторонних глаз сообщение написанное таким образом будут видно когда листок обработать субстанствами проявителем невидимые чернила также нередко называют симпатическими не знаю почему некоторые вместо того чтобы писать сообщение видимыми чернилами лишь прописывают ими пропитывают ими сами листок благодаря этому адресат сможет подтвердить подлинность письма смочив окей и чё я должен сделать судя по заметкам писаря кимбальт пишет на бумаге помеченные невидимыми красителями если приказ был отправлен из канцелярии кимбальта активатор изменит цвет бумаги на голубой пожалуй стоит поискать у писаря рецепт актива как же там было зажги туши на сри и смой и в этом вся наука чтобы видеть буквы милый мой сумей говно сменить мочой иди работай сука нужно приготовить зелье проявители посмотреть что она сделает с документом слегка подогреть колбу добавить насыпать в колбу гашеную известь влить в колбу воду чё бля зажги туши на сри и смой и в этом вся наука говно коричневая мочой желтая зажги туши на сри и смой слегка насыпать в колду подогреть колбу надо подождать пока растворится сука отвести газ залить его водой зажги туши на сри и смой птичье дерьмо лишним не бывает вылить в колбу воды немного воды сумей мочу с говно смешать с мочой или чё теперь разогретая медь от холера письмо испорчено надо было смотреть внимательнее я гуглю так нужно приготовить зелье проявить смотри зажги насыпать в колбу гашеную известь еще немного жженой известь влить в колбу воды немного воды помет пеликана птичье дерьмо ли по дороге колбу отвести газ залить его водой надо подождать пока растворится и так нужно бросить в колбу жженую известь затем погасить ее водой добавить птичьего дерьмо а после пропустить газ через холодную воду осталось сделать еще одну порцию зелье и проверить его на письме кимбальта окей нужно приготовить зелье еще раз насыпать в колбу разогрет гашеную известь еще не воду немного воды говно птичье дерьмо лишним не бывает и теперь газ надо подождать пока растворится пахнет мочой посмотрим как она действует бумага стала рыжий не голубой значит письмо было поддельно так вот кимбальт тут разгадка поговорить с кимбальта в поддельном письме жажду пива удалит всегда так интересно все больше и больше всяких подробностей раскрывается ты был прав ворон письмо оказалось фальшивым ну разумеется я бы никогда не посягнул на жизнь бусси бастард или нет он всего лишь дитя вот твоя плата кстати у меня есть еще одно дельце давай какую какое граф луис мэровель полагаю ты слыхал о нем молодой амбициозный способный хорош собой плейбой филантроп да амбициозен он до предела марафель предатель каждый имеет право беседовать с послом по правилам дворцового этикета стыдиться или скрывать тут нечего впрочем весь этот обмен гонцами и депешками напоминает мне ухаживание за девицей так тебя твоя милость интересует содержание этих самых депешек я хочу чтобы ты узнал что затевает граф этот человек родную мать продаст лишь бы угодить императорились что за вести носят гонец марафеля если дело и правда дошло до предательства извести понял я щедро вознагражу тебя как его на мой человек альдрих все объяснит он ждет тебя у фонтана в нашем лагере ладно хорошо я с ним поговорю делаю максимум что можно делать мы знаем где они и ждем ваших приказаний барон что происходит ладно давайте-ка на этом закончим пожалуй да мне интересно было чего он скажет дебил другому дебилу влачу этот полу покер какой-то натуре ладно закончим на этом огромное спасибо за просмотр если если понравилась данная серия поддержите лайком подписку на канал конечно же комментарии ем а так всем до новых встреч всем дочки всем пока пока